В Сарове прошла всероссийская акция «Бегущая книга». В интеллектуальном забеге приняли участие волонтёры и библиотекари города. Осенняя акция посвящена Году культурного наследия народов России. Студенческий трудовой отряд СРФТИ «Оборона» вернулся со всероссийской стройки «Мирный атом-2022», которая проходила этим летом в Озёрске. 55 лет назад саровская команда «Черноморец» стала бронзовым призёром СССР и чемпионом РСФСР на третьих всероссийских соревнованиях по футболу на приз-клуба «Кожаный мяч». Возрождение стройотрадовского движения в Саровском физтехе началось в 2017 году, когда студенты вуза трудились на отраслевом предприятии «Элерон» в Сарове. Позднее, в 2019 году, летний трудовой семестр студенты провели в Челябинской области на объекте всероссийской стройки «Мирный атом-Озёрск». Затем стройки проходили в ограниченном формате из-за пандемии. Спустя два года студотряд СРФТИ снова вернулся в Озёрск. Свой трудовой семестр они провели на ПО «Маяк». Для многих членов команды поездка на Целину была первой. Это была моя первая поездка в стройотряде. Она была очень увлекательна, я получил огромное количество опыта. Прошло кучу интересных мероприятий, которых нигде, кроме этого места, вряд ли можно увидеть. Помимо работы, там было множество мероприятий, таких как спорт, походы. Также были отрядные традиции. В спорте там были практически все дисциплины. Там волейбол, футбол, баскетбол, теннис. Мы отправлялись на экскурсию также в горы, что очень понравилось всем. На всероссийской стройке ребята стали лучшими в перетягивании канаты, а также заняли второе место на кибертурнире. Однако главное достижение – хорошие производственные показатели, которые продемонстрировал Саровский студотряд. На протяжении двух месяцев на ПО «Маяк» ребята занимались вырубкой лесов на территории завода, а также отделочными работами. Отделочные работы у ребят было мало опыта в этом, но в процессе ребят набрали опыта. Там были наставники, которые подсказывали, что как. То есть они оценивали нашу работу. Если что, мы что-то доделывали, переделывали. В итоге получилось закрыть эту смету прямо к отъезду и сдать сам попускник к рабочему. Помимо этого, у нас были мероприятия массовые. То есть для всех участников проекта были различные фестивали, творческие номера. Мы очень сильно уставали от работы, поэтому мы не принимали участие. Мы ходили только как зрители, болели за друзей. Сейчас студенческий стройотряд возвращается к привычному учебному ритму. С сентября у ребят начался новый учебный семестр. Первого сентября на улицах города можно было встретить не только школьников в белых блузках, но и бегущих людей в белых футболках. Активисты задавали прохожим вопросы для проверки эрудиции. Предлагали им отгадать, что это за роспись, в каком городе она родилась и в чем ее разница, скажем, от другого вида росписи. Показывали изделия из хохламской росписи. Ежегодная акция «Бегущая книга» была посвящена Году культурного наследия народов России. Книгобежцы разговаривали с горожанами о декоративно-прикладном творчестве, художественном промысле и народных ремеслах Нижегородской области. Так опрашиваемые должны были найти разницу между хохламской и городецкой росписью. Также участники акции предлагали саровчанам посмотреть на изделия из дерева, которые выполнены в этих двух видах промысла. Люди смущаются, но когда вступаешь в диалог, обращаешься к ним искренне, интересуешься, сразу разреплеет, раскрывается. И очень было приятно, школьники открыто вступали в диалог, их родители, бабушки, дедушки, преподаватели, сорвти. Спасибо всем огромное. «Бегущая книга» – ежегодная социокультурная акция, которая объединяет представителей библиотечного сообщества и любителей чтения по всей России. Акция нацелена на популяризацию библиотек, привлечение внимания к чтению и интеллектуальному развитию. К проведению акции присоединяются до 800 библиотек во всех уголках России, в больших и малых городах, а также в деревнях и селах. В этом году в «Бегущей книге» приняли участие саровские школьники и студенты. Горожане, в принципе, отвечали активно, все отвечали правильно, называли раз совершенно разные промыслы, и хохламу, и городецкую роспись, и из Павлова металлообработка, и резьба по кости, и резьба по дереву. В общем, все знали всего понемножку. За правильные ответы респонденты получали в подарок книги саровских поэтов, а также приглашение в библиотеку имени Маяковского. Сегодня члены команды «Черноморец» на трибунах болельщиков. Они пришли сюда не посмотреть игру, а вспомнить прошлое. Практически вся их юность связана со спортом. Летом мальчишки гоняли мяч на стадионе «Труд», что был недалеко от дома. Зимой вставали на коньки и брали в руки клюшки. Благо, площадок для активных игр в городе было достаточно. В 1965 году детская команда «Черноморец» впервые стала чемпионом города в турнире «Кожаный мяч». Так начиналась история восхождения дворовой команды на всесоюзный «Олимп». На протяжении пяти лет мы были чемпионами города по футболу на приз клуба «Кожаный мяч». И в связи с тем, что мы были всегда лидерами, в 1964 году нас горком комсомола направил на первые игры на первенство Горьковской области на приз клуба «Кожаный мяч». Ровно 55 лет назад, в июле 1967 года, город Горький принял лучшие детские команды области. Были среди них и черноморцы. Команда оказалась сильнейшей на турнире и завоевала право защищать честь Горьковской области на третьих всесоюзных соревнованиях по футболу на приз клуба «Кожаный мяч». По результатам соревнований «Черноморец» стал бронзовым призером СССР и чемпионом РСФСР. Основное время 1-1. Пенальти. 4-4 и у нас удар в запасе. Пробивает Женя Семиков. К сожалению, даже мимо ворот. То есть забей мы в финале с Грузией, глядя, за первое место. Повтор 1-3 мы проиграли. Повторный пенальти. Ну, плакали все. Все плакали. Потом третье место. За третье место киргизию мы 2-0, конечно, обыграли на хорошем стиле. Бронзия наша. Ура, ура, ура. Годы прошли, и события этих давних лет стали воспоминанием. Воспоминанием о веселых мальчишках, увлеченных азартом игры, строгом тренере, который не давал им спуска, родных и близких, которые поддерживали юных спортсменов и помогали двигаться вперед на спортивном бобрище. Все эти воспоминания черноморцы собрали в одной книге, посвященной 55-летию со дня успешного выступления команды на всесоюзных соревнованиях. Был такой тренер Виктор Николаевич Кауркин, который очень высоко поднял спорт, футбол и хоккей в частности, в городе. Он был отличник Смоленского института физкультуры. Он готовил нашу черноморец команду как раз вот на всесоюзные соревнования. Вот на этом футбольном поле, в жару, в самый пекл, чтобы выносливость, была сила. Презентует свою книгу черноморцу на дне физкультурника, который пройдет на Икаре 13 августа. На стадионе Нижний Новгород начала работу система фан-айди или другими словами паспорт болельщика. Паспорт представляет собой электронный документ для идентификации зрителя. Специальную карту должны будут оформить все участники, зрители, персонал и представители СМИ. Подобную систему вводили на время чемпионата мира по футболу в 2018 году. Действительно, паспорт болельщика, который был на чемпионате мира, он отличался, потому что это был пилотный проект, который себя оправдал и был признан и в области спорта успешным и у нас в России, и за рубежом. Поэтому сейчас он уже разрабатывается под нашу систему, на все наши спортивные соревнования, которые будут проводиться в России. Паспорт болельщика необходим для посещения матчей российской премьер-лиги в сезоне 2022-2023. Первоначально Фанайди будет работать на стадионах в пяти городах. В Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Самаре и Сочи. Паспорт болельщика призван повысить безопасность посещения крупных, значимых спортивных соревнований, которые у нас проводятся во всей Российской Федерации. Оформить его можно на портале госуслуг в разделе паспорт болельщика. Пользователю нужно будет заполнить анкету и загрузить свою фотографию. При этом самостоятельно это могут сделать дети старше 14 лет. Болельщикам младшего возраста паспорт оформляют родители. После этого заявителю нужно обратиться в МФЦ с паспортом для подтверждения данных. Уведомление о статусе готовности придет в личный кабинет, на госуслугах или на электронную почту болельщика. Паспорт болельщика идентифицирует любого гражданина, который приходит на спортивные соревнования. Приходя на спортивные соревнования, многие приходят как на праздник. И, конечно, желают его провести весело, хорошо и без всяких проблем и последствий, которые могут возникнуть. Карту нужно оформить один раз. В дальнейшем она остается в личном кабинете. Там же отображаются приобретенные билеты и абонемент. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова